Вокруг Fallout 76 разворачивается немного странная ситуация. С одной стороны, углубившись во все эти трейлеры и информацию из ранних интервью, мы сможем довольно насыщенно увидеть, какие элементы будут в новой игре от беседки. Локации из реальной Америки со своими историями, правительственные эксперименты, байк-головки, поселения и прочее-прочее. Но! Даже несмотря на то, что, казалось бы, нам показали кучу всего, а для глазастых так вообще море новой информации подъехало почти только с одних трейлеров, мы все еще находимся в неведении насчет того, как работают ключевые механики игры, что с историей, как будут работать сервера, коннект, моды и вокруг чего вообще строится так называемый сюжет. Ответов на приоритетные вопросы так и нет. И тут остается только ждать либо новых новостей, либо беты, о начале которой мы поговорим ближе к концу этого видео. Однако, сегодня мы поговорим на тему, касательно которой на данный момент можно отчетливо сказать, как, что и где она будет работать. По названию вы уже поняли, что речь идет про боеголовки, и сегодня мы соберем все факты и информацию касательно того, как они работают в Fallout 76. Начнем с того, что вы с вашими друзьями будете выполнять всевозможные активности на карте, после которых будете получать шифры от кода запуска ракет. Совокупность этих шифров приведет к созданию полноценного кода и вследствие активации боеголовки, которую можно запустить в определенную зону на карте, чтобы сделать ее более пригодной для фарма и более непригодной для существования и выживания на ней. Это обуславливается добычей ресурсов повышенной важности и их качества, спавна в этой же местности других особых противников, а также привлечение любопытных носов в виде других игроков, жаждущих легкой наживы. Как я уже сказал, существуют специальные зоны, куда можно сбросить свой заряд. Вы не можете покрыть ракетами именно своего друга из-за вашей обиды на его безобидные шутки про то, что Fallout 4 лучшая часть серии, потому что игра, в свою очередь, предоставит вам только специальные зоны, в которые можно отправить ракету. И если ваш друг именно там подстроился, то значит он, во-первых, судя по всему, не шутил тогда, а во-вторых, это же идет ему на руку, ибо спаси-сохрани душу великого Тодда Говарда, разрушенные укрепления, можно с простотой отремонтировать и реконструировать обратно. И если он действительно верует в It Just Works, то после этого у него по домам еще и ресурсы ценные расти начнут. Это все, что можно было сказать о боеголовках на данный момент, если бы только не одно «но». Карта, почти доподлинную версию которой мы уже видели и не раз. Вот она. И вот эта фотография. Это обычный скрин из стоп-кадра официального тизера о том, как работают боеголовки. Никто из вас не пробовал их сопоставить. Сделав это, мы сразу получим почти точные координаты местоположения тех самых боеголовок и сможем узнать, как и где их раньше всех найти, еще до релиза. Так давайте сделаем это и узнаем, где же они все-таки спрятаны, но только после короткой рекламы. В магазине ComboKiss.ru ты сможешь приобрести лицензионные ключи по выгодным ценам, ибо здесь они стоят в разы дешевле. Но если тебе выпадет кейс стоимостью меньше, чем ты на него потратил, то они вернут деньги. Тот же обсуждаемый нами все время Fallout 4 выбить не заставит и труда, не говоря уже за предыдущие части. Тем более, в недавнем конкурсе на моем канале по Fallout 4 был только один победитель, а распродажа в стиме уже закончилась. Кстати, по моему промокоду из описания к этому видео, ты получишь доступ к таким играм, как GTA 5, PUBG и Battlefield всего за 200 рублей. Так что удостоверься, что твоя удача в спешли вкачана на максимум, потому что ссылку я оставлю в описании и плыву назад в наш вырезанный Rapture. У нас уже есть почти готовая карта игры и миниатюрная ее копия с демонстрацией. Анализируя вторую, можно сделать вывод о том, что на карте будет всего 4 места, из которых игроку нужно будет запускать ракеты. Первой такой точкой сегодня будет абстрактное место в локации Майер. Абстрактное только потому, что проводя аналогию с игровой картой, мы не найдем в нужном месте ничего кроме мыла. Однако, доподлинно становится ясно, что местные боеголовки спрятаны где-то близо утесов в конце карты. Вот, пожалуйста, сравните. Следующее место это ракеты в Savage Divide. И находятся они прямо под небесным курортом Верхушка Мира. Ее нам недавно отдельно показали в трейлерах, но если еще раз внимательно рассмотреть первую миниатюру, можно сделать вывод, что метка находится не на самой горной границе, где стоит курорт, а несколько ниже. Рассмотрев карту местности под курортом, первое подходящее место, которое приходит нам на глаз и на ум, это эта лачуга. И вполне вероятно, что именно через нее мы, скорее всего, будем выходить или входить до или после запуска боеголовки. Беседки очень любят делать протяженные данжи, в которые заходишь через далекий главный вход, где-то там далеко, и выходишь совсем из другой дырки, предварительно убив босса или забрав награду на финише. Так что эта мысль, на мой взгляд, имеет место быть. Так или иначе, вторая ракета находится в разломе, близ локации вершина мира. Третья метка на карте ведет нас прямо вниз под предыдущую точку и тоже находится в разломе. Ясно, что ракеты находятся в этом районе, но сказать точно, какое это место сложное, ибо в этом месте даже рядом нет никаких опознавательных знаков. Есть пару миниатюр с домами и определенно именно там оно и находится. Однако сказать ничего конкретнее на данный момент не получится, ибо все, что мы видим, это, как я уже сказал ранее, мыло и маленькие миниатюры локаций, информации о которых на данный момент в интернете нет никакой. Последняя горячая точка расположилась в Кренбери Бок. Ситуация похожа на предыдущую точку, ибо конкретных маркеров, увы, не дают. Однако даже этого уже достаточно, чтобы узнать, где примерно будут располагаться ракеты, банально сопоставив все эти места с миниатюрной картой из Fallout 76. Ясно одно, последняя точка где-то близ северной границы локации, а там уже можно только тыкать пальцем в небо среди вот этих вот безымянных иконок, чего я делать совершенно не хочу. Тем более, примерные места мы уже 100% знаем. Сегодня мы узнали приблизительные места, где находятся боеголовки из Fallout 76. Достаточно было всего лишь совершить простейшие манипуляции, чтобы узнать примерное их расположение. Однако точное их расположение мы узнаем только на релизе игры в ноябре или на бете, которая официально запланирована на октябрь 2018 года. Все предполагали, что ранний доступ начнется летом, и не поехали в отпуск. Но беседка решила иначе, переместив или назначив ЗБТ на октябрь 2018 года. Все, кто предзаказал Fallout 76, якобы должны получить доступ к бете. Но как это будет работать в конечном итоге, непонятно. Ибо я уверен, что множество людей уже предзаказали Fallout 76, и таких людей, как я, вы или кто-то еще из ваших друзей, ни 100, ни 200, ни 300 и ни 1000. Поэтому за ваше попадание в бету, выносливость серверов на ЗБТ мне остается только надеяться. Что ж, это все на сегодня. Пожалуй, осталось только озвучить лучших зрителей прошлого видео. Сегодня такими становятся Алексей Шабалин, Ваня Корнилов и Юрий Фентисов. Но если ты хочешь попасть в новый ролик, то просто сделай репост этой записи к себе на стенку ВКонтакте, и быть может, рандомайзер закинет именно твое имя в тройку лучших зрителей для нового видео. Вы смотрели Овер 9к 5000. Спасибо за просмотр, поддержку в виде лайка и подписку на мои ресурсы. Это очень помогает и мотивирует. Также спасибо, что посмотрели до конца и поделились этим видео с друзьями. И на этом точно все. До скорой встречи и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok